Не хотелось бы вновь и вновь заниматься анализом произошедшего спада. Но если уж искать отправную точку неудач, то это без сомнения Ярославль. Несмотря на добытый очко, а почему не потерянных два, игра питерцев в этом матче разочаровала. Знал ли Анатолий Федорович, что часть футболистов просто не готова выступать на уровне лидеров в поединке с Шинником? Думаю, что проведенные пять дней в сборной не только отвлекли выживца от его целеустремленной работы в Зените, но и сам он уже в мыслях и идеях был в поединках со сборной Украины и Франции. И именно против игры этих соперников пытался найти противоядие. А Зенит? Нет, он, конечно, не стал обузой, но футбол на одном голом практицизме сходов, увы, не дает. Поэтому игра Зенита с Ярославцами была одной из самых скучных в чемпионате, проведенной петербуржцами. Созданные два опасных момента обеими клубами за 90 минут, встречи говорят сами за себя. После таких поражений, как с Ротером, тяжело немножко настроиться, конечно, когда, я считаю, все-таки с Ротером команда играла на приличном уровне, и такой нелепый гол пропустили в конце, проиграли. Поэтому приехали, нам нужно было 100% не проиграть. Команда настраивалась на выигрыш. Сырали ничего, я считаю, это тоже нормально, очко все-таки взяли на выезде.